Поставим в центре большой тарелки свечу и нальем в тарелку подкрашенную воду. Подожжем свечу, а теперь накроем ее сверху банкой. Свеча гаснет, и вода поднимается в банку из тарелки. Иногда этот опыт объясняют так. Когда свеча горит, происходит химическая реакция, в которой пары парафина реагируют с кислородом воздуха. Кислорода под банкой становится меньше, и это место занимает вода, поднявшаяся в банку под действием атмосферного давления. На это объяснение у нас есть несколько возражений. Во-первых, почему вода поднялась в стакан в основном уже после того, как свеча погасла? Ведь кислород участвует в реакции горения не когда свеча потухла, но когда она горит. Во-вторых, кто сказал, что при горении из воздуха уходит кислород, а в воздух ничего не добавляется? Парафин и кислород, реагируя друг с другом, превращаются в углекислый газ и водяные пары. И объем газообразных продуктов сгорания будет не меньше объема выгоревшего кислорода. Похоже, что мы совсем запутались. Чтобы разобраться с этим, сделаем еще один опыт. Прикрепим на штатив два датчика, один из которых измеряет концентрацию кислорода, а другой углекислого газа. Сюда же поставим свечу. Накроем установку колпаком и замажем пластилином все щели. Чтобы поджечь свечу, пропустим ток через нехромовую проволоку. Следим за показаниями датчиков. Опыт идет несколько минут, поэтому прокрутим его ускоренно. Кислорода в начале опыта был 21%, а в конце 16%. Зато углекислого газа в начале опыта было ничтожно мало, а в конце стало 4%. А еще в воздух добавлялись водяные пары. Теперь ясно, что в первом опыте вода поднялась не из-за выгорания кислорода. В чем же тут дело? А дело в том, что пока мы накрывали горящую свечу, воздух под банкой успел прогреться. От этого он расширился, и часть воздуха вышла из-под банки. Когда свеча прогорела, воздух снова остыл и уменьшился в объеме. Так что часть стакана заняла вода. Кстати сказать, а почему свеча перестала гореть, хотя в воздухе еще оставался кислород? Дело в том, что когда концентрация кислорода упала до 16%, тепла свечи перестала хватать для поддержания пламени. Ведь нагревать приходится не только парафин и кислород, вступающий в реакцию, но также и азот, проходящий через пламя. Доля азотной нагрузки увеличилась, вот свеча и погасла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова